Здравствуйте! С 1 января 2015 года начал действовать новый механизм привлечения к трудовой деятельности иностранцев, прибывших в Россию в безвизовом порядке. Чтобы легально трудоустроиться, таким гражданам необходимо оформить разрешительный документ – патент. Более подробно об этом расскажем прямо сейчас. В России становится все больше иностранных специалистов, предлагающих свои услуги работодателям, и Самарская губерния здесь не исключение. Более того, по количеству иностранцев область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и шестое место в стране. Как показала практика, 357-й федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации не стал препятствием для иностранцев, желающих трудиться в Самарской области. Прежде всего, надо понимать, отменена квота для иностранных граждан, которые прибывают к нам с СНГ, то есть ближнего зарубежья, и, значит, соответственно, получают как патенты, как на физические лица, так и для работы у юридических лиц. Соответственно, январь, февраль, можно сказать, в любом случае это месяца затиши, все-таки зима, то на сегодняшний день уже активизировался рост, и мы это замечаем. У нас уже порядка где-то 10 тысяч сдали на оформление патентов, порядка 5 тысяч уже получили патенты. То есть работа в этом плане идет, и уже где-то более порядка 40 миллионов уже перечислено в областной бюджет. Для получения патента иностранные граждане должны иметь полис добровольного медицинского страхования, сдать экзамены на знание русского языка, отечественные истории и действующего законодательства. Потребность в миграционных ресурсах трудовых Самарской области есть, она довольно значительная. Пока Самарская область без притока трудовых мигрантов обойтись не может. И все органы власти заинтересованы, чтобы это все было легально, чтобы это все было легитимно, чтобы это все было нормативно правом русле. Тогда и уменьшается количество преступлений, совершенных мигрантами на территории Самарской области, напряженные отношения с местным населением. И мы тем самым получаем нормальный социальный эффект от их трудовой деятельности здесь, в Самарской области. Привлекать иностранную рабочую силу на основе патента смогут как юридические лица, так и частные предприниматели. Чтобы получить патент, иностранный гражданин должен подать заявление в УФМС и сделать это в течение 30 дней со дня своего въезда на территорию Российской Федерации. В противном же случае он получит отказ. Но пока, по словам специалистов УФМС, ситуация остается вполне благоприятной. Только за прошлый год было выдано 87 тысяч разрешительных документов. По сравнению, допустим, с 2013 годом, это уже на 50% рост выдачи разрешительных документов. Это уже говорит о том, что большая часть все-таки мигрантов хотят встать на легальный путь, хотят платить налоги и хотят спокойно, достойно работать. И, соответственно, не сталкиваться с тем, чтобы выдвериться, либо депортироваться, и для кого закроется въезд от 3 до 10 лет. Это очень печально для них. Тем более, большинство из них это граждане, которые, прежде всего, возраст, работоспособность. Впервые в 357-м федеральном законе о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации прописаны основания, по которым может быть аннулирован патент или отказан в его выдаче. Причиной, по словам специалистов, могут быть различные правонарушения, неоднократное привлечение к ответственности, инфекционные заболевания и ряд других факторов. Самарцы издавна поддерживают дружеские отношения с Республикой Беларусь, Польшей, Сербией и Болгарией. О дружбе без границ и временных рамок смотрите в нашем следующем сюжете. Вот уже 11-й год славянские чтения собирают талантливых и одаренных детей в 132-й Самарской школе. Позволяют участникам больше узнать о традициях и культуре славянских народов. А культуры, как известно, дружат и обогащают друг друга. Самое важное – это общение между коллегами, между нашими школьниками и то, что те культурные связи, которые установились уже, они продолжаются и продолжаются снова и снова. Гости из Болгарии подготовили увлекательный материал о скальных монастырях. Эти храмы выдолблены в скалах и находятся в списках объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Прежде чем отправить свои работы на международные славянские чтения, дети очень долго готовились. Внимательно изучали народную тряпичную куклу, учились шить. А ведь некоторым участникам всего 4 года. В моих руках обрядовая кукла «Крестец», которая изготавливалась на святки, на святочную неделю. Это была и обрядовая, и обереговая кукла одновременно. По истории, значит, в то время люди купались в проруби, и нечистое тело покидало тело человека. Чтобы оно не вернулось в тело человека, то ставили вот такую куклу в сугроб возле проруби и украшали специально яркими ленточками, чтобы отогнать, отпугнуть и отвлечь нечистую силу. Затем после этого обряда дети могли играть. Не ждали, не гадали, а взяли и связали целую славянскую деревню воспитанники Центра внешкольной работы «Поиск». В дружной команде 6 человек. Работали мастера крючков и спиц целый год. В нашей замечательной компании два мальчика. Они замечательно вяжут. И вот историческая справка, если кто не знает, то могу сказать, что вязание придумали мужчины. Да, это историческая справка. И за вязание женщины, если женщина хотела вязать, ее сажали в тюрьму. Это совершенно так и было. Одиннадцатиклассница Анастасия Голикова пишет стихи, увлекается этнографией, изучает историю древнего костюма. На славянских чтениях участница предстала в костюме девушки из племени Вятичи. Конца 10-го, начало 11-х веков. Это славянское племя обитало в дремучих лесах на реке Оке. Самобытные височные кольца, бусы, перстни. Все это достаточно индивидуальная вещь и цветовая гамма. Мы ее можем видеть в древнографическом костюме Рязанской области. Особенно это красно-белый. Порадовать жюри и зрители тем, что сами видели. Никита Вынар приехал на славянские чтения из Республики Беларусь. С собой юноша привез гомельский букварь. Букварь представляет собой алфавит русского языка, где каждой букве соответствует некая достопримечательность города. Никита открывает свою любимую страницу. А вот и главная достопримечательность Гомеля. Это очень интересный объект для всех приезжающих. Это Румянцевых и Паскевичей дворец. Потому что сам наш город был подарен Екатерине II, графу Румянцеву, который был главным меценатом, первым меценатом нашего города, первым владельцем, который построил этот замечательный дворец. Вы там были сами? Да, конечно. Каждый гомельчанин успел уже там побыть и не один раз. Что поразило большим словом? Больше всего поразило архитектуру. Скорее всего, это архитектура и очень много интересных вещей, экспонатов, которые там находятся. Возродить народно-прикладное творчество, привить детям чувство вкуса и изысканности. Главное в работе педагога Марина Анатольевна Гнидиной. Все работы ее воспитанниц выполнены крючком. Мы связали георгиевские ленты, цветы и большое панно. Мы вязали около недели. Где-то надо и спицы применить. Но, конечно, как всегда говорят, крючок простачок. Но, извините, меня творит. Он чудеса. А про спицы, как говорят, сестрицы, без одной спицы не свяжешь. Если крючком одним, то со спицами надо две. И это, конечно, шедевры. Все эти чудеса, выполненные детскими руками, внесли свой вклад в богатейшую копилку исторического и культурного наследия славянских народов. Очередной турнир по волейболу «Дружба народов-2015» порадовал болельщиков захватывающей игрой справедливыми результатами. За дружных спортсменов болела и наша съемочная группа. Ну все, поехали. Давай, давай. Уже в четвертый раз участники турнира встретились на волейбольной площадке, чтобы побороться за звание сильнейшей команды. Сборная национальных диаспор области, Волжское казачье войско, Бастион, Чудо-тим. Всего в турнире приняло участие шесть команд. Я считаю, что в спортивных состязаниях, в командной борьбе проявляется исплочение коллективов команд, но с взаимным уважением к сопернику, которое переносится потом на дальнейшее межличностное общение среди людей в обычной жизни. Это, я считаю, самое главное. Уже в первых играх определился один из фаворитов турнира команда «Национально-культурная автономия Татар» города Самары. Ребята – победители прошлогодних игр. И хотя в этом году состав команды заметно обновился, его дух и традиции остались неизменны. Если дружбы не будет в команде, то победы не будет. Нацелены, конечно, на победу, как и в прошлом году. Будем стремиться к победе. И победили. По итогам турнира представители татарской автономии заняли второе место. Яркую и динамичную игру на площадке продемонстрировала и киргизская команда. Ее участники в волейбол играют круглый год. Это очень хорошо. Подобные такие мероприятия, ежегодно, которые мы здесь участвуем. Это приближает, это сближает между народами, между национальными. Это очень хороший турнир. Но в этом году команде «Мана Сата» не удалось попасть в тройку сильнейших. Мы сейчас чуть-чуть ошиблись в приеме, не давили мяч. А так команда сильная, мы проиграли. В матче за первое место в упорной борьбе победила Волжское казачье войско. К слову сказать, эта команда в позапрошлом году уже становилась победителем турнира. Это очень заводная игра. В хоккей, понятно, да, там. А в волейбол, она более, я считаю, тоже такая динамичная игра. То есть нет как бы вот этого, как я, полного контакта. Вот, есть сетка. Но все равно эмоции перехлестывают. По традиции команды победители были награждены кубками и памятными дипломами. От внимания строгого жюри также не ускользнули лучший нападающий, лучший блокирующий и лучший игрок турнира. Сегодня мы познакомили вас только с некоторыми событиями жизни многонациональной Самарской губернии. Продолжим через неделю. Всего вам самого доброго. Продолжение следует...